Внимание! Данное видео транслируется без мата, но не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. Ушел на Ужасоборе 70 уровня как раз, ну там где рекомендуемый уровень отряда 70, вот здесь у меня уже Джун Ли, прокачанный до 70, еще не активированный, потому что активировал я его только на ближе к 45, по-моему, на 44 ранге Приключения, это пятый уровень мира, здесь просто-просто пух и прах. Расфигачил, разобрал босса. Так, вот здесь вот я не знаю зачем взлетаю, просто так взлетал, на самом деле вот сейчас надо было взлетать, сейчас надо было взлетать, но я использовал рывок, поэтому я не получил урона. Здесь надо было сразу атаковать, я зачем-то поставил щит, не знаю зачем, но потому что это первые дни, когда я играл за Джуна Ли, вот только-только я не особо понимал его механики. Я как раз проверял, какие способности как лучше будут на чем работать. Здесь уже более продвинутый, чем юнит, здесь по-моему даже с артефактами крутыми, достаточно прокачанными на силу атаки. В конце видео я, кстати, сделаю там короткое, покажу как у меня примерно что выглядит, как у меня одеты мои персонажи. Вот здесь я уже правильно сделал, здесь нужно взлетать и уже атаковать. Здесь я его, по-моему, сейчас доатакую, да, он падает и как раз... Посмотрите, здесь нужно немножко паузы, вот анимация прошла, появилась стрелочка и только после этого забираться. Постоянно почему-то вот в начале шеи у него застреваю, не знаю почему. Вот. Иначе, если вы не дождетесь этой анимации, вы просто будете пробегать под ним. У меня уже одно видео есть, как с ужасом Бори Двалином как раз сражаться, но там на менее низких уровнях. И там я еще вообще не понимал, как, чего, почем, откуда. Здесь в два метеорита он выпускает, после он решает снести платформы, уничтожить. Видите, когда вот у него вот эта анимация происходит, значит он заражает платформы. Ну, не уничтожает, заражает как бы. Ну, вот таким вот через ветер мы спокойно переносимся, передвигаемся. Здесь он пролетает. Я ставлю себе на всякий случай щит, на всякий случай восстанавливаю хп, постоянно слежу за этим, поддерживаю. Прекрасно осознаю, что сейчас ничего не произошло. Залетаю, потому что он сейчас будет производить свою атаку. А, нет, смотрите. Да, он иногда бывает челюстью не ударяет, а прям так. Поставил луджицу специально, чтобы заряжались мои атаки. Здесь у меня почему-то анимация, видите, камера очень неудачно ушла куда-то вот туда. Прямо в его лапу получилось, как от первого взгляда. Так, вот как раз атака. И опять сбил ему всю броню. Дождался, когда пройдет анимация, и забираюсь спокойнее. Забираюсь. Четвертый удар, и после этого луджицу. А, нет, а должен был луджицу, по-хорошему. Вот так вот. Видите, сразу там по 3000, проходит по 2620. Очень хорошие криты прям. Успел таки сделать его ледяную ульту. Прошла таки. Здесь почему-то прыгнул, не знаю почему, должен был сделать рывок. Я вместо этого прыгнул. Но опять-таки, все-все-все на автомате только сейчас происходит. Решил почему-то побить в той части. Не знаю почему, колонны вообще не поставил. Хотя надо было поставить колонну, чтобы она подпитывала мне ульту. Ну вот, а здесь уже забрался, кстати, нормально, обратите внимание. Бросил метеорит. Геоуроном. Осталось, а самое обидное, осталось совсем чуть-чуть хп. И он вдруг начинает, видите, разлетает. Сейчас будет метеорит опускать. Я не подумал. И попал прям под них. Ну, на самом деле, это было не сильно страшно. Потому что это более чем простительно. Вот если бы я сейчас добил бы, он уже бы эти платформы бы не успел поставить. Здесь я даже вырезаюсь в выдувалиное. Видите, заражает сразу три платформы от меня. Но все время, если заражает, то заражает три. Поэтому, если что, наверное, лучше всего после первого заражения через одну перелететь. Здесь взлетаю, потому что понял, что он будет мордой как раз своей пытаться меня съесть, так сказать. Пол брони снес. И теперь выжидаю, когда он упадет своими лапками. Вот, увидел, что дальняя лапка находится там. Поэтому в ближайшее начало атаковать. Вот та лапа, которая ближе к краю, а оттуда он начинает как раз своим, как я не знаю, дыханием, что ли, атаковать. Вот видите, опять застрял, опять то, что залез и застрял. И вот таким вот образом побеждаем Двалена. Вон он там, на той платформе помирает. И получаем вон перо с хвоста Двалена. Триумф гладиатора, шлем. Много-много разных кусков, фрагментов. И, к сожалению, ни одной формы, которой очень-очень хотелось бы. Так, как раз боевой пропуск улучшается. Сейчас он у меня уже пройден, там осталось 9 дней. Ну, на сегодняшний день, когда я записываю звук. Когда это выложится, наверное, там уже боевой пропуск останется там 7 с хвостиком дней. Как раз в понедельник будет. Сейчас воскресенье. В воскресенье я озвучиваю все видео. Решил сесть и озвучить. Вот у меня как раз. Что бы выпадало. Я вот просматриваю, что мне выпало. Из такого интересного. И, по идее, вроде бы я сейчас буду показывать. А, нет, 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 нет. В этом видео нет. Извините, я не буду показывать, что на мне одето. Просто вот я смотрю, что именно выпало. Ладно, тогда на этом заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего дня, хорошего настроения. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok